МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на седьмом канале. В студии Алексей Кован. Главным темам этого дня. Вода наступает. Мы боимся, у нас дома рядом. Мы боимся затопления. Только за сутки уровень Енисея поднялся на 14 сантиметров. Что ждет нас в ближайшее время? По кочкам, по кочкам, по неровненькой дорожке. Соответственно, она будет оборудована. Соответственно, дороги нет, денег нет, проекта тоже нет. На госзакупках тоже ничего нет. Жители 14-ти многоэтажек вынуждены ездить по одной из самых разбитых в городе дорог. Но отремонтировать ее пока невозможно. Штраф за грязные танцы. Суд оценил травести-шоу в скандальном баре в круглую сумму. А теперь обо всем подробнее. Уровень воды в Енисей за последние сутки увеличился на 14 сантиметров. Теперь он 161 сантиметр. Специалисты успокаивают. 14 сантиметров не страшно. Но снег еще даже не начал по-настоящему таять. И на Пашином десятки небольших островков суши за считанные дни скрылись под водой. Насколько еще поднимется уровень воды – в сюжете далее. Сброд со всеми снастями, да еще и велосипед тащить на себе теперь приходится рыбакам на Пашином. Уровень воды в Енисее увеличился на 14 сантиметров. И это только за сутки. Местные жители говорят, еще несколько дней назад, чтобы попасть на то место, которое сейчас стало островком, не нужны были даже резиновые сапоги. Здесь была одна сплошная суша. А сейчас десятки небольших островков суши скрылись под весенней водой. Дети здесь больше не играют. Вместо них по водной глади рассекают упитанные утки. Можно было, не знаю, в сапожках ребенку пройти на берег, где сейчас рыбачат. Я живу там еще на водниках, там у нас паниковка разливается, тоже высоко стало. Это же тоже приток Енисея. Мы боимся, у нас дома рядом. Да, мы боимся затопления. Нам обещали город, что углубит речку. В том году так и ничего не сделали. Но специалисты успокаивают, уровень воды в могучей Сибирской реке может колебаться аж до метра в сутки. 14 сантиметров не страшно. В набат стоит бить, если вода достигнет отметки 300 сантиметров. Сейчас же 162. Так что все идет по плану. И вот до 25 марта уровень был 140 сантиметров, а с 25-го 162. 20 сантиметров с 25 марта. Вот вся картина. Связано с увеличенным сбросным расходом с Красноярской ГЭС. Более того, у нас с 1 мая начинается навигация. Сбросные расходы с Красноярского гидрозла будут еще увеличены. И уровни поднимутся еще на 15-20 сантиметров. Так что паводки не за горами. Но все же еще и не в городе. Снег только делает рубкие попытки таять. Да и мана с Базаиха еще не вскрылись. Тем не менее, городские службы на низком старте. А кое-где даже сыграли на опережение паводкам. Водосброс на озере Парк Октябрьский на сегодняшний момент открыт полностью. Приступили к пропиливанию русла реки Бугача и русла реки Кача. Для того, чтобы вода, которая сбрасывается из озера, она уже начинала движение по руслу. Для повторения сценария 2021 года, когда Красноярск превратился в Венецию, должны быть огромные залежи снега. А их, как и повода для паники, нет. Выпало в этом году в пределах нормы. Поэтому в самом городе подтоплений бояться не стоит. А вот на юге и в Хакасии снега навалилось только, что норма превышена на 50%. Именно те территории и подвержены затоплению. Паводки ожидаются в апреле. Потопления ожидаемо будут на территории Красноярского края в районах Курагинского и Ермаковского. К маю ожидают, что уровень воды в Енисеи в городе поднимется до некритических 190 сантиметров. Но если сравнивать с прошлым годом, в этих числах марта уровень воды был куда ниже. Около 100 сантиметров против сегодняшних 162. Обещанную год назад дорогу до мясокомбината строить пока не на что. Денег в бюджете на новую магистраль не заложили. И пока жителям большого количества многоэтажек приходится каждый день ездить по двухполосной дороге, на которой ям больше, чем асфальта. Почему люди оказались в такой ситуации, если из нее какой-то выход, выяснял Григорий Горячих. С огромным трудом машина скорой помощи пробирается через ямы на единственной дороге, которая ведет к новым жилым кварталам на мясокомбинате. Преодолеть этот участок быстро невозможно. Жильцы улицы Норильской уже больше пяти лет пытаются добиться нормального проезда к своим домам. А вот этот кусок дороги принадлежит частному предпринимателю. Вы видите, в каком он сейчас находится состоянии. А еще каждую весну он устанавливает здесь бетонные блоки. А в прошлом году для убедительности вот эта часть еще и была перекопана. Ремонтировать дорогу собственники не собираются. И всем жителям приходится ездить по ямам. С трудом здесь проезжают даже грузовики. Сейчас вот вся дорога в ямах. И все это на пешеходов. А пешеходы вынуждены идти прямо по проезжей части, потому что тротуар здесь есть только в некоторых местах. Нам очень неудобно. Приходится прямо по проезжей части. Но это опасно же. Опасно. То есть никто ничего не делает, да? И выбора нету никакого. Другой дороги не пройти в парк у нас. Да, у нас парк находится дома далеко. Поэтому ходим так. Прямо по дороге мамы с колясками идут в детскую поликлинику. Дети ходят в школу. А для того, чтобы решить проблему с дорожной инфраструктурой в микрорайоне, жители собирают подписи в обращении к губернатору края. Они надеются, что таким способом получится ускорить строительство новой дороги и ремонт уже существующей. Еще пару дождей, здесь ситуация будет хуже. В прошлом мае администрация показала жильцам проект новой дороги, которая должна была решить вечную проблему и позволить людям спокойно добираться до дома. Стали нам классный, реально классный проект, в котором нормальная дорога, по-моему, трехполосная или четырехполосная, по которой пусть это автобус, соответственно, будет нормальный пешеход, соответственно, она будет оборудована. Соответственно, дороги нет денег, нет проекта тоже нет. На госзакупках тоже ничего нет. Как ответили в администрации города на запрос одного из депутатов, денег на эту дорогу ждать не стоит еще три года. Но в департаменте градостроительства нам сказали, что деньги найдут в ближайшее время. И корректировку бюджета депутаты рассмотрят уже на апрельской сессии. В настоящее время в корректировку бюджета города заложены средства на ее проектирование, а также на оценку изымаемого имущества. Там, на самом деле, много придется выкупать. Порядка 10 участков под изъятие попадает. Требуется примерно 81 миллион рублей. Как скоро получится перевести существующую дорогу на баланс города и найти деньги на строительство новой, пока непонятно. А пока жители микрорайона будут продолжать тонуть в ямах и надеяться на то, что больше не наткнутся на бетонные блоки. Григорий Горячих, Данил Дубенко, 7 канал. В Ужуре посетителя местного кафе избили до комы и полуголова оставили лежать на крыльце. У мужчины возник конфликт с другими посетителями и охраной. Началась драка. На него разом набросилась целая толпа. Когда он упал, его вытащили в коридор, где продолжили жестко избивать. После этого пострадавшего положили на диван и дали ему воды. Неизвестно из-за чего, но вскоре на пострадавшего снова набросились с кулаками. Его вытащили на крыльцо, раздели по пояс, опять избили и оставили лежать на улице. На морозе мужчина провел около часа. Сейчас он в больнице. По словам родных, врачи сказали, что шансы на спасение у него минимальные. Скандальный известный бар «Элтон» оштрафовали на 450 тысяч рублей. Это то самое заведение, где устраивали травести-шоу. Впервые правоохранители обратили на него внимание еще в декабре. Но владельцы сигнал не поняли. И 23 февраля провели очередную эпатажную вечеринку с переодеванием. Видео попало к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Ролик отправил один из посетителей бара после конфликта с охраной и с другими гостями вечеринки. В этом шоу также усмотрели пропаганду нетрадиционных отношений. На 450 тысяч рублей владельцев бара штрафовали за декабрьское выступление. Февральское шоу суд пока не оценивал. А сейчас традиционная рубрика «Афиша». Каждый четверг мы рассказываем о самых интересных событиях предстоящих выходных. Почему кактус завидует елкам и как шерстяные носки могут спасти танцующую звезду? Ответы на эти вопросы знают мультипликаторы. Они подготовили для вас новые необычные анимации. И уже завтра покажут их на Большом фестивале мультфильмов. Фестиваль пройдет уже в 16-й раз. Для новой программы собрали лучшие российские и зарубежные анимации. Как победители различных конкурсов, так и молодых режиссеров. Откроет фестиваль целый сборник мультиков для всей семьи. Стоит отметить титульный фильм «Альманаха. Школа елок». История о том, как кактус работает дворником в школе елок, которому, кажется, самой судьбой предназначено стать главными символами праздника. Он, тем не менее, не хочет наблюдать за этой всей искрящейся жизнью со стороны. И хочет сам тоже стать символом праздника. Но для этого ему нужно принять и полюбить себя. Всего фестиваль будет идти три дня. В него включены бесплатные показы. Первые мультфильмы зрители смогут увидеть уже завтра в Доме кино в 7 часов вечера. Любители японских мультфильмов – это событие для вас. Из страны восходящего солнца в Красноярск приедет дирижер Киничи Симура со своим проектом «Симфония аниме». На сцене Гранд-холл Сибири оркестр сыграет известную музыку из японских мультфильмов. Там она возведена в ранг высокого искусства. Пишут такую музыку только именитые композиторы. Билеты на концерт еще остались. Их стоимость начинается от 1400 рублей. Впереди нас ждут сразу два дня гитарного рока, рейвов и заводных танцев. В Красноярске пройдет небольшой музыкальный фестиваль «Антипатия». А чтобы веселья точно хватило на всех, за день до него устроят еще одну вечеринку. Так называемая «пре-пати» пройдет в баре «Толк» в эту субботу. Вход туда будет свободный для всех желающих. На мероприятие будут играть четыре красноярских музыканта и диджея. А основным днем фестиваля станет воскресенье. Поменяется и локация на клуб 64-6, что находится неподалеку от Качи. Организаторы обещают много громкой музыки и танцев. Всего на «Антипатии» выступит четыре коллектива. Вход сюда платный и стоит 350 рублей. Держим со мной. Куда? У Гасвит. Там знаешь сколько чудес. Не по расчету, а по любви хочет выйти замуж Забава, а специально для нее Иван отправляется в дремучий лес, чтобы построить летучий корабль. Новый фэнтези-фильм по мотивам советского мультфильма «Летучий корабль» покажут на всех экранах страны. Миша. Целаю, обнимаю. Стоп, стоп. Ты не ровня. Новый фильм сделали неполные копии советского мультика. А потому зрителей ждут новые интересные повороты. Он уже идет в восьми кинотеатрах Красноярска. Алифтина Сасова, Дмитрий Комаров, Седьмой канал. Вы смотрите новости Седьмого канала. Наш телефон 2-900-333. Продолжаем выпуск. Участник СВО 9 месяцев носил с собой в зоне боевых действий письмо красноярской школьнице. А приехав в отпуск, решил встретиться с девочкой лично. Настя вместе с другими детьми написала письмо для военных еще в прошлом учебном году. А когда Народный фронт передавал бойцам гуманитарную помощь, то в посылках вместе с полезными вещами были и детские письма. Одно из них досталось военному из Идринского района, Якову. С того момента он никогда не расставался с письмом и всегда хранил его в кармане куртки. Слова девочки не просто заряжали и поднимали боевой дух, но и стали своеобразным счастливым талисманом. Приехав в отпуск, военный пришел прямо на урок в 134-ю школу и лично поблагодарил Настю. Боец подарил ей большого плюшевого медведя, а маме девочке вручил букет цветов. Оно написано от души. Видно, что когда его девочка писала, она писала его с чистым сердцем. И все-таки она переживает за нас за всех. Ну, в общем, это не объяснить. Это просто надо читать и понимать. Широкоформатные принтеры, которые могут печатать на любом материале. Большие резаки и другое оборудование создают в Железногорске. Компания уже стала победителем в конкурсе «Экспортер года». Кто может стать участником таких соревнований и какая в этом польза, расскажет Ксения Гречихина. Вот такой профиль металла в будущем превращается в производственные станки. Это приборы для резки и раскроя листового материала, витражное оборудование, широкоформатные принтеры и многое другое. Все эти механизмы отправляются потом на разного рода предприятия. Особенно актуально это для мебельных и дверных фабрик, но заказывают оборудование и представители промышленности. Но прежде чем стать технологичным аппаратом, установка проходит несколько этапов. Создание каркаса, покраска, фрезеровка, электрооснащение – это еще не весь список. Многие эти этапы проходят в комплексе, чтобы товар быстрее дошел до своего заказчика. Такие роботизированные технологии могут заменить человеческий труд, выполнять большой объем работы и украшать предметы. С помощью такого принтера можно создавать узоры на различных материалах, например, на стекле или зеркале, или даже на отделочных панелях. А для создания такого объемного орнамента ушел целый рабочий день и не один слой материала. Производство Евгений начал для себя, не задумываясь о крупном бизнесе. Но сейчас больше 700 единиц его оборудования работает с крупными городами России, а также в Европе, Америке и Азии. Работать на экспорт компания начала быстро, потому что это было что-то новое и интересное, и стало стимулом для развития. Фирма победила в региональном этапе конкурса «Экспортер года». Проводил конкурс «Центр поддержки экспорта» структурное подразделение «Центра мой бизнес». Такой опыт стал полезным, говорит директор компании. Мы проходили курсы по экспорту, то есть как экспортировать. Мосбизнес проводил прям офлайн семинары, то есть это длилось несколько недель, то есть мы ездили туда на эти семинары, проводили обучение, все, как это правильно делать, как это все решать. У нас больше начинают знать, то есть наш бизнес построен таким образом, что чем больше нас знают, тем больше у нас заказывают. Потому что все равно не везде возможно информацию всю разместить самим, да, как-то ее продвинуть. В конкурсе «Экспортер года» могут участвовать малое и среднее предпринимательство, а также и крупный бизнес. Региональный этап проводится в Крае уже седьмой раз в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Некоторые предприниматели после него выходили и на всероссийский конкурс и занимали там призовые места. Одним из обязательных критериев является наличие минимум одного иностранного контракта в 2023 году. Допустим, темп прироста объемов экспортируемой продукции, география поставок, создание новых рабочих мест. Основным критерием, который является для номинантов, это заключенный хотя бы один экспортный контракт. Сейчас на участие в конкурсе подали заявки порядка 20 компаний Края. В центре «Мой бизнес» цифру планируют увеличить до 50. Поэтому шанс заявить о себе еще есть. Документы для участия в конкурсе можно подать до 8 апреля. Подробную информацию можно узнать на сайте мойбизнес-24.рф, а подать заявку по телефону, который вы видите на экране. Ксения Гречихина, Данил Дубенко, Седьмой канал. Как глобальное потепление отражается на Красноярском крае и может ли пострадать от климатических изменений экономика? Сегодня это обсуждали на экспертной сессии Сибирского клуба. Эта площадка объединяет представителей разных сфер. Ученых, например, которые занимаются строительными технологиями, чтобы укреплять дома в Норильске при растеплении грунта и тех, кто создавал комплекс управления тушением лесных пожаров. Ведь засуха тоже последствия изменений климата. Это влияет на сельское хозяйство, на работу ГЭС, на транспортную доступность, сокращается время работы зимников. Участники Сибирского клуба обсуждают инструменты, как к этим изменениям можно адаптироваться. Мы стремимся к тому, чтобы в повестке дня были вопросы не только значимые с научной точки зрения, но вызывающие и такой практический интерес, как принято говорить, для внешнего мира. То есть вопросы, которые составляют основу для принятия управленческих решений, в том числе и на региональном уровне. В Красноярске решили, какие из 400 подпорных стен отремонтируют в этом году. Темпы небыстрые, за пять лет удалось привести в порядок только четверть из них. Но работа продолжается и опасных мест в городе становится все меньше. Эту тему мы обсудим с нашим гостем, депутатом городского совета Виталием Бондаревым. Виталий Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. В этом году отремонтируют 8 подпорных стен. Где они находятся и в каком сейчас состоянии? Отремонтируют 8 подпорных стен. Три из них это будет в Ленинском районе. Несколько стен подпорных будет в Советском районе. И, конечно же, важно здесь, наверное, преимущество, которое расставляет администрация при выборе стен, которые они планируют ремонтировать. Вот совсем недавно глава города Красноярска отчитывался, и он говорил о том, что у нас очень развит муниципальный диалог. И всегда, и я на своих встречах говорю с жителям, в первую очередь, то, что происходит, то, что делает город, зависит от самих жителей. Вот сегодня будут ремонтировать подпорные стены на Борисевича, там, где находится спортивная площадка, там, где находится детский сад на территории. И, опять же, это в первую очередь были сигналы от жителей. Они рассказывали, что вот такая есть подпорная стена, что она в аварийном состоянии. И, конечно же, администрация расставляет приоритеты, в первую очередь, там, где жители обращают внимание. И, конечно, еще основной момент – это аварийность этих подпорных стен. Перед тем, как принимать решение по ремонту подпорных стен, администрация в свое время провела ревизию. Это было инициировано депутатами городского совета, которые сказали, что очень много подпорных стен, их надо приводить в порядок. И в свое время администрация провела ревизию. Сегодня этих подпорных стен порядка 400. Не все они стоят на балансе у города. И поэтому, когда принимается решение, здесь смотрится еще, кто собственник этого земельного участка, кто владеет этой подпорной стеной. Поскольку сегодня администрация не имеет права тратить средства на эту подпорную стену, если она находится в частной собственности. Но, тем не менее, администрация находит варианты решения и принимает такие решения. Вот в этом году 50 миллионов будет потрачено на 8 подпорных стен. А кто будет контролировать ход работ? Вы и ваши коллеги будете ездить с инспекциями? Ну, я бы сказал, я очень часто контролирую. Что касается того округа, где я избирался, это Черемушки, Энергетики и Борисевича, я всегда на связи, я и сам там проживаю. И, конечно же, я всегда привлекаю жителей. Вот поскольку жители обращаются и говорят, что есть такая ситуация, я им всегда предлагаю. Вы, когда начинается ремонт, контролируйте, фотографируйте. Если происходит что-то, по вашему мнению, не так, сообщайте мне. Вместе мы приедем, посмотрим, как происходит ремонт. Есть ли какие-то нарушения, если действительно там видно, что да, что-то не так происходит, мы тогда привлекаем представителей администрации, уже комиссионно приезжаем и смотрим, как происходит ремонт. Где-то какие-то замечания устраняют. Вот в прошлом году на Борисевича огромную подпорную стену отремонтировали. Тоже по инициативе жителей администрация включила в план ремонта ее, и ее отремонтировали. Очень много, где подпорные стены совмещены с лестницами. И сегодня там в Солнечном будут ремонтировать подпорную стену, и там будут восстанавливать и лестничный марш. Поэтому, ну, главная активность жителей. Сегодня администрация открыта, депутаты открыты, у каждого есть социальные сети. Сегодня, даже буквально недавно, глава района Ленинского проводил диалог с активными жителями, кто пишет много в социальных сетях, лично принимал участие на этой встрече. И могу сказать, что сегодня жители очень активные. И, конечно же, я думаю, ни одна подпорная стена не останется без контроля со стороны жителей. А как вы думаете, почему сейчас с подпорными стенами сложилась такая сложная ситуация? В чем причина и как решать этот вопрос? В плане сложное, что вы имеете в виду? Что не все отремонтировали? Что большое количество, да, в плохом состоянии. Ну, когда-то в свое время, видимо, не столько много уделяли внимания, да, и одно время, ну, наверное, может быть, и забыли про эти подпорные стены, и там были когда несчастные случаи. И вот с того периода администрация начала более детально, наверное, принимать участие и обсуждать это с депутатами, поскольку, все же мы понимаем, невозможно сразу все отремонтировать. Многие хотят там сразу и дороги отремонтировать, и подпорные стены, но средств на все не хватает. Поэтому здесь в первую очередь расставляются приоритеты. И в свое время мы, как депутаты городского совета, предложили сначала провести ревизию. Провели ревизию, определились самые аварийные, какие подпорные стены. Вот на них выделили средства. Сегодня это уже плановая работа, которая продолжается уже порядка пяти лет. И сегодня администрация понимает, сколько необходимо средств на следующий год, какие подпорные стены они планируют отремонтировать в следующем году. Поскольку у них уже есть реестры, они понимают, как необходимо оперативно реагировать. А можно ли справиться с этой проблемой только силами города? Или нужно какое-то стороннее финансирование еще? Ну, к сожалению, не всегда город может справиться с этой проблемой. Я уже сказал, что очень часто подпорные стены находятся даже не на одном земельном участке, а на нескольких, где на каждом земельном участке, у каждого земельного участка есть свой собственник. И здесь процедура идет согласования, определение подрядчика, определение финансирования. Очень часто подпорные стены находятся на придомовой территории. И, как мы знаем, на придомовой территории это все принадлежит жителям. И жители должны принимать решение, чтобы отремонтировать эту подпорную стену. Ну, вот была история на Борисевича. Не помню, какой конкретный адрес. Там часть подпорной стены была на придомовой территории, а часть была на муниципальной. Но, тем не менее, администрация в диалоге с управляющей компанией нашли вариант решения, и эту подпорную стену отремонтировали. А как вообще формируется, какие стены нуждаются в ремонте, и когда мы узнаем, какие в следующем году стены будут отремонтированы? Ну, по результатам, ну, то есть, как правило, перед тем, как обсуждается бюджет, есть программы, которые проходят в городском совете, есть программа по городскому хозяйству. И, как правило, и я всегда это говорю жителям, многое зависит от вас. Вот администрация поднимает все проблемные стены, изучает их аварийную ситуацию, то есть, насколько они опасны. И, конечно же, обращает внимание на количество обращений жителей. Мы сами понимаем, что если 10 тысяч обращений там на какую-то проблему, то одна реакция. Если одно обращение, значит, другая реакция. И в этой части я всегда жителям говорю, в первую очередь, все зависит от вас. Вот у нас, например, в Черемушках очень много дорог отремонтировали за последние два года. Опять же, это была инициатива жителей. Они писали коллективное обращение, что нам необходимо отремонтировать дорогу. В прошлом году отремонтировали дорогу на улице Аральская, рядом 65-я школа. И здесь, конечно же, без участия жителей один депутат, ну, как правило, не сможет решить такие глобальные проблемы. Поэтому я говорю, подключайтесь, пишите в социальных сетях. Есть в социальных сетях страничка главы города, туда можно писать. Вот в рамках своего отчета я даже наблюдал в реальном времени, сколько много жителей пишет о своих проблемах. Тут же им отвечают. Поэтому важно участвовать в диалоге, а не так, знаете, там, обратил внимание, есть проблема, прошел мимо и забыл. А потом вспоминаешь и говоришь, вот ничего не сделали. Непосредственное участие, тогда ситуация меняется. Вот как раз хотел спросить, а куда людям обращаться, к депутатам или в администрацию вообще? Куда эти обращения отправлять? Можно, конечно, и к депутатам, и в администрацию, но я всегда говорю, пишите мне, приходите, мы вместе найдем вариант решения. К сожалению, не все жители понимают, в какое структурное подразделение надо обратиться. А я, как представитель своего округа, я понимаю, что вот эта проблема касается департамента городского хозяйства. Какая-то другая проблема департамента градостроительства. Поэтому мы сразу реагируем и принимаем решение, куда обратиться. Это более сокращает сроки, и нам не приходится ждать там ответов администрации, что вы обратились не в то подразделение, мы ваше обращение перенаправили. Поэтому я рекомендую всегда идти к своим депутатам. Вы же за них голосовали, и я думаю, они всегда будут вместе с вами отставить ваши интересы. Подскажите, а какие еще объекты надо отремонтировать, вот такие глобальные, кроме подпорных стен? Ну, наверное, одна из важных проблем – это лестницы. К сожалению, в нашем городе Красноярске очень много лестниц, которыми пользуются жители. И очень часто возникают проблемы с содержанием этих лестниц, поскольку лестницы не стоят на балансе у города. И, к сожалению, очень сложно жителям найти ответственных за эту лестницу или этот земельный участок. Сегодня мы, как депутаты городского совета, рекомендовали администрации города привести в порядок все лестницы, изучить, составить реестр, который лестница требуется в ремонте. И результат есть. И жители, я вижу реакцию жителей, что они благодарны. Вот буквально прошлым летом отремонтировали три лестницы в Черемушках. Одни из главных маршрутов – это детей в школу, в детский сад, которые были отремонтированы. Была отремонтирована такая лестница по машиностроителю 21, гимназию номер 15. И очень долго жители говорили, что надо ее отремонтировать. Отремонтировали. И это все благодаря, опять же, реакции жителей. На улице Шевченко 90, там две лестницы, рядом детская спортивная площадка находится. Бабушки ходят в магазины. Других маршрутов нет, только по лестнице. Сегодня эти лестницы отремонтировали, жители довольны. И опять же, мы говорим о том, что состоялся вот тот самый называемый муниципальный диалог. Жители обращаются, мы это берем на контроль. Обсуждаем с администрацией. В рамках финансирования средства закладываются на ремонт этих лестниц, и они отремонтированы. Поэтому я говорю, надо быть всегда в диалоге. Последний вопрос. Вообще, сколько у нас сейчас подпорных стен примерно находятся в плохом состоянии? И сколько времени надо, чтобы их отремонтировать? Ну, смотрите, у нас подпорных стен порядка 400. Где-то 125 это находятся подпорные стены на муниципальном земельном участке. Остальные стены подпорные, они находятся на земельных участках, которые не принадлежат городу. Но, я бы сказал, таких аварийных подпорных стен нету. Но, тем не менее, есть реестр администрации, где они расставляют приоритеты и определяются, какие стены делать. Но те, которые более аварийны, их в этом году уже будут ремонтировать. Это 8 подпорных стен. Спасибо большое. У нас в студии был Виталий Бондарев, депутат городского совета. И теперь информация о погоде. В пятницу 29 марта в Красноярске облачно, дождь, ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Ночью 4 градуса холода, днем до плюс 5. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2-900-333. Присылайте фото, видео и сообщения на наши вайберы ватсап номер 8-391-2-900-333. А также в чат телеграм-канала. Ну и не забывайте о наших социальных сетях. С вами был Алексей Кован. Увидимся.